Всем добрый вечер! Меня зовут Станислав. Сегодня у меня на обзоре знак СССР. Отличник соцсоревнований в черной металлургии. Знак 1970 года. В этом видео я расскажу описание этого знака. У меня, кстати, есть предыдущее видео тоже о этом знаке. Там тоже есть описание. Я дам ссылку в конце видео на это видео. И также видео о знаках трудовой доблести. Дальше в этом видео кратко расскажу, кому давался этот знак, за что им награждали. И также, конечно, реальную стоимость на аукционах Украины сейчас и мою резервную стоимость. Вот, пожалуйста, этот знак. Положение о знаке. Знаком отличник социалистического соревнований в черной металлургии награждаются работники за особые достижения в области А. Развитие социалистического соревнований Сахановского движения. Б. Повышение производительности труда и создание условий повышения производительности труда, как личного, так и целых групп рабочих бригад смен. Б. Рационализации и изобретательства направлены к улучшению к организации труда и производственных процессов. Б. Внедрение стахановских методов труда и обучения своих товарищей по работе. Д. Повышение бдительности на производстве, результатом чего явилось предотвращение аварий с механизмами, агрегатами или производственными зданиями. Е. Бережно в отношениях машин к инструменту создания условий бесперебойной, длительной, безаварийной работе производственного оборудования инструмента зданий. Знаком отличник социалистического соревнований в черной металлургии награждает министр черной металлургии как по ходатайству местных хозяйственных органов, так и партийных, профессиональных и других общественных организаций. Знаком отличник социалистического соревнований в черной металлургии берутся на персональный учет Министерства черной металлургии. Лица, награжденные Знаком отличник социалистического соревнований в черной металлургии, сохраняют право на ношение знака и после перехода в другие отрасли народного хозяйства или ухода на социальное обеспечение. Лишение знака отличник социалистического соревнования черной металлургии производится приказом министра за поступки, несовместимые с почетным званием отличника социалистического соревнования. История знака. В 50-е годы в Советском Союзе наблюдался неклонный рост объемов промышленного производства, что было невозможно без прочной энергетической сырьевой базы, основу которой составляли топливно-добывающая и металлургическая промышленность. Поэтому государство всячески поощряло ударный труд металлургов, награждая их орденами и медалями, ведомственными наградами, куда относился знак отличник социалистического соревнования черной металлургии. Так, например, приказы министра черной металлургии номер 104 10 февраля 1953 года за успешное выполнение производственного плана этим знаком были отмечены 68 работников Новомакеевского коксохимического завода. Ну, тогда только был немножко другой знак. Это уже в 70-е знак такого дизайна, а там был совсем другой знак. Но сама история знака начинается именно с 40-х и 50-х годов. Описание знака. Описание уже отличника социалистического соревнования уже в 70-е годы. Награждение знаком отличных социалистического соревнования черной металлургии СССР происходило на основании постановления коллегии Министерства черной металлургии СССР и Президиума профсоюза рабочих металлургистской промышленности СССР. Наградная система ведомства, тема коллекционирования черной металлургии, легенда или название знака отличных социалистов соревнований, год вручения 70-е годы, материал знака тампак, покрытие горячая эмаль, крепление знака булавка, размер знака 36х40, колодка 27х21. Реальная стоимость этого знака на аукционах Украины от 199 до 250 гривен, моя резервная стоимость будет 180 гривен, показываю с этой стороны, вы уже просмотрели знак, показываю с обратной, ткань в хорошем состоянии, с обратной стороны тоже горячая эмаль, покрытие эмаль, все состояние отлично. В конце видео я дам другие ссылки тоже на различные знаки, медали за трудовую доблесть. Если понравилось видео, ставьте лайк пожалуйста и подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов на моих аукционах. Спасибо за внимание, до новых встреч.